В мае Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект существенно ужесточающий наказание за езду в нетрезвом виде за рулем. Фактически, по суровости наказания, дорожно-транспортные происшествия с участием нетрезвых водителей, они приравниваются к убийству. Это в принципе логично, потому что нетрезвый водитель за руль садится пьяным осознанно, в здравом уме. А почему осознанно? Мне кажется, иногда и неосознанно. Да, степень ясности сознания, конечно, можно обсуждать. Он потерял адекватность и делает это даже бессознательно. Но вот показательно, что в это самое время как раз и в Белгороде за езду в нетрезвом виде был задержан, а потом и уволен из органов внутренних дел начальник полиции УМВД Белгорода Сергей Власенко. Скажите, вы лично считаете это решение обоснованным, когда вслед за административной ответственностью следует еще и дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения с государственной и муниципальной службы? Я считаю, и давно ты считал, что если нарушает правила какие-то, нарушает закон чиновник или люди в погонах, значит они должны нести как минимум более строгую ответственность, чем это делают рядовые люди. Не может человек, который наделен какими-то полномочиями, сохранять эти полномочия после фактически уголовного или должностного преступления. Или крупного правонарушения. Но это правонарушение административное. И я считаю, что это очень, наверное, правильно поступил руководитель нашей управления внутренних дел Василий Петрович за то, что он принял такое решение. Я это поддерживаю. Продолжение следует...